Уже почти год, как во всемирной паутине, существует официальный аккаунт главы Чувашии. Микроблог в Твиттере создавался, как еще один источник информации о деятельности республиканских властей. Ведет его пресс-служба администрации. Сейчас на этой страничке в Твиттере зарегистрировано около 600 подписчиков. Новые сообщения появляются регулярно. При этом, как подчеркивает пресс-секретарь главы республики Михаил Вантяцкий, никаких других аккаунтов в популярных социальных сетях у Михаила Игнатьева нет. Какое-то мероприятие с участием главы, когда проходит, я прямо непосредственно с этого мероприятия отправляю сообщения в Твиттер, чтобы читатели Твиттера как бы в онлайн-режиме могли следить за тем, что происходит. Сообщения, которые приходят к нам в ответ, отклики читателей, конечно, мы до главы доводим, если это интересные какие-то важные сообщения. На просторах интернета можно наткнуться и на лже аккаунты главы Чувашии. Один такой, по словам Михаила Вантяцкого, существует ВКонтакте. В прокуратуре отмечают, размещение информации от чужого имени может расцениваться как противозаконное. Если при этом распространяется сведение от имени гражданина, который порочит честь, достоинство и его деловую репутацию, возникает как гражданская правая ответственность, так и уголовная правая ответственность. Как я уже сказал, в этом случае гражданин правит в суде уже потребовать компенсации морального вреда, если причиняется при этом нравственное страдание, а также обратиться в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности по статье 128 с значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за клеветку.